Волны для сумки Волны не должны пересекаться Они должны идти одна под другой Половинка будет то слева, то справа Сейчас я провязала брусовую нить Одну нить катушечной, чтобы у меня были открытые петли Которые я буду надевать на вязание И 2 ряда хлопковой нитью На такой достаточно просторной плотности Вот у меня шестая стоит Теперь я выделяю мою волну Я ставлю своих 20 петель Остальные все в переднее рабочее положение Провязываю на третьей плотности Потому что у меня нитка достаточно тонкая И не эластичная Это хлопок Достаточно плохо вяжется Вязать будем частичным вязанием Вот 2 мои кромочные петли 2 мои кромочные петли сразу убираем вперед Вот 20 петель на волну Обвиваем стоящую в переднее рабочее положение иглу Провязываем Обвиваем иглу с этой стороны Выдвигаем с противоположной от каретки И вот таким образом Частичным вязанием Как мы учились с вами в носках Вязываем До Того момента Пока мы уже не сможем убирать петли У нас либо останется 1 петля Либо 2, но у меня поскольку четное количество 20 петель Значит у меня останется 2 Вот до этих 2 петель Оставшихся я дальше и буду вязать Так вот мы вывязали первый полукруг Первую волну Две иголочки, которые стоят Остались у нас Можно оставить так Можно распустить Вот как я сделала Распустить и поднять изнаночными петлями На хлопковых нитях С таким натяжением Делать достаточно сложно Но Можно Просто распускаем петельный ряд До 2 последних петелек И поднимаем изнанкой Как это делаем обычно Эти 2 петельки Которые у нас остались посередине Если бы у нас было нечетное количество Осталось бы 1 Поднимали бы 1 Так вот 2 2 ряда, которые мы вязали до начала волн Вот их вот так вот спокойно поднимаем И последнюю петельку насаживаем на углу Так, ну вот я подняла эти петельки Теперь переходим к следующей волне Половинку, вот от которой нитка идет Ставим в работу Чтобы перевести Мы не будем резать нити Вот 2 20 рядов у меня вот здесь Ориентируйтесь на деление на машине Никогда не ошибетесь Они специально для нас сделаны Всегда есть деление по 10 рядов На каждой машине С цифрками Очень удобно Так, ставим в работу Провязываем 1 ряд Вот, вот эта вот моя вторая волна Это половина той волны От которой шла нить Так Эту половину мы убираем Она готова Вот очередные мои 20 петель С которыми мы, собственно, делаем то же самое Одну петлю в работу Иголку И вот точно таким же способом Мы вяжем все эти волны Переходя от одной к другой Вообще в нашей сумке Получается так, что Ее ширина и высота Зависит именно от волн Так, вот мы провязали 3,5 волны Теперь будем делать отделку Контрастная Не контрастная Просто нет другого цвета И главное плотность Если вы будете вязать из шерсти Этого можно, наверное, и не делать Но я вяжу из клопка Это очень неэластичный материал Он как веревка С ним очень тяжело Поэтому я увеличиваю плотность Сначала немножко Первый ряд На четверке Второй ряд на пятерке уже И связываю нитки с этого края Чтобы не разлетелось вязание Так, видите И вяжет она не очень радостно Так, продолжаем второй ряд Теперь мы делаем ажуры В чем смысл в этих ажурах? Они везде должны быть одинаковые Вот у нас наши 20 петель Давайте смотреть Две крайние я оставляю Я убираю ажур Делаю Третий Так, со второй петли Вот центр у меня беленький И через одну убираю Всегда все петли снимаются В одну сторону В рисунке Так, вот мы дошли Дальше снимать некуда Все Мой край С этой стороны я делаю то же самое Оставляю одну петлю Только убираю В другую сторону Вот у меня Мои 20 петель Половина в одну сторону Уходит, половина в другую То же самое я делаю На всех остальных волнах Иначе весь рисунок Слетит все будет очень некрасиво Таким образом я убираю Петли со всех моих Трех с половиной ажуров Потом будем Даканчивать дальше Нашу волну Так, ну вот я сделала Наши ажуры Теперь все иглы в работу Обязательно проверяем язычки И провяжу я на один ряд На шестой плотности Потому что Закрывать лучше свободно Тем более это будет верхний край ажуры Он не должен быть натянут Край ажуры волны Если будет натянута Она вся скукожится Сомнется Не будет волной Будет узелком Так, вяжем ряд Все Осталось закрыть Закрываем способом Какой нравится Я закрою косичкой Она придаст Такой рельефности Еще большую рисунку Главное не тяните Не надо затягивать Чтобы волна Не собиралась в узелок Чтобы она была свободной Закрываем косичкой Наша волна готова Вот мы связали все наши волны Приступаем к сборке Я уже начала Собирать Вот здесь провязала Сначала 12 рядов Потом одела первую волну Еще 10 Вторую волну Еще 10 Сейчас буду одевать третью Я, видите, эти волны Все разложила по порядку Как мне удобно Чтобы их брать Не думая Вот беру эту волну И начинаю одевать У нас Бросовая нить Она удобна тем, что Катушечная Можно загнуть Видите Я загибаю Бросовую Катушечная Не мешает И у меня видны петли Даже не надо снимать Чтобы ничего не улетело Петельки остаются То есть Катушечная нить Является Линией перегиба И очень легко все одевать И вы не потеряете петли Потому что здесь все-таки Сильная волна И плотная вязка На хлопке Петли могут Просто уйти Так у вас не убежит Ничего Вот так Одеваем до конца Заправляем под платинки Вытаскиваем Бросовую Катушечную нитку Еще 10 рядов Следующая волна Еще 10 рядов Следующая волна Так мы заканчиваем Наше вязание Получим, что мы Всех привяжем К основному полотну И будем оформлять сумку дальше Вот я одела все волны На полотну Вот они должны отпариться Пришиться пуговицами Бусинами Или чем-то Какого на что фантазии хватит Вот Пока они все загибаются Вот такая у нас получилась Такая заготовка для сумки В принципе смотрите Если делать волны Немножко поменьше А можно и такими же Ставлять Так можно оформить шарф Так можно связать На блузку Легкую Интересно будет Есть место для фантазии Смотрите Вариант очень интересный Я свяжу сейчас пару рядов И закончу вязание Немного на бросовой нить Кстати я не сказала Что количество рядов Равно тому Которое у меня На волне Чтобы одевать без проблем И плотность Плотность Если волна у меня Плотностью 3 А последние ряды 6 Плотность вязания Здесь 4 Я взяла Средняя между Самой плотной И самой рыхлой Четверочка Здесь самый раз будет Сейчас мы начнем Вязать клапан Для нашей сумки Я провязала 16 рядов Но у меня очень тоненькая нитка Хлопковая Она совсем тонкая Это лен с хлопком Поэтому 16 рядов Это где-то 2,5 см Я думаю хватит Прямого участка Теперь я буду вязать Частичным вязанием Обновляю счетчик Запоминаю Сколько я вяжу 16 рядов Я написала на бумажке Чтобы не забыть Чтобы у меня Клапан был симметричный С двух сторон Теперь Обычное Частичное вязание Одна петля Выдвигается С обвитием Провязывается Провязали с этой стороны Выдвигаем с другой Опять выдвигаем петлю С противоположной стороны От каретки Провязываем Так я буду Частичным вязанием Убирать петли до нуля У меня будет остренький клапан До двух петель Две средние петельки У меня останутся Вот такой острый клапан Я свяжу Частичным вязанием Выдвигая по очереди Все петли Вот я провязала До двух последних Иголочек Частичным вязанием Сейчас я оформлю край Моей коричневой пряжей Как было в волнах Ставлю все в работу Все иглы Проверяю обязательно Язычки И мои отделочные Вот эти коричневые пряжи Которые я отделывала Волны Провяжу Не знаю 3-4 ряда Не хочет Неудобно вязать сверху Но ничего Я провязываю Несколько рядов Можно еще два Потому что пряжа Очень тонкая И Это не так много 3 4 Все И теперь Ставлю обратно Все мои иголки Вот они Две мои петельки И продолжаю Частичным вязанием Убирать их назад То есть я Оформила край Частичного вязания Коричневыми Нитками И теперь я делаю Тоже самое Обратную операцию И все мои петли Вожу в работу Вот такой клапан У меня получился С отделочной полоской Посерединке Если мне кажется Что планка Коротковата Получилась Можно в принципе Одеть Протяжки на иглы И надвязать Недостающую высоту В один ряд Ничего страшного Не будет После этого Я могу Вот мои эти волны Которые мы вязали В прошлый раз Вот так вот они Могу Одеть их вместе И закрыть То есть соединить их Потому что все равно Я буду подшивать К ткани И лучше это сделать Аккуратно Одновременно То есть я могу Надвязать Сейчас немножко Одену протяжки Планки Провяжу Не знаю Сантиметров 4-5 Наверное В одну нить Потом одену Мои эти волны И закрою вместе То есть я их соединю Вот я провязала 25 рядов Мне кажется Теперь Клапан достаточный Вот это место Как раз тоненько Будет перекидываться Через сумку Его утолщать Особо не нужно А сам плотный клапан Будет находиться На стороне сумки То есть это как раз Самое то что надо Теперь я соединю Наши волны И этот клапан Я сделала их Одного количества петель Чтобы из сумки Ничего не вываливалось Клапан широкий Через всю сумку пойдет Поэтому я просто Лицом внутрь Одеваю мои эти волны На клапан Закрываю Так ну вот Что у меня получилось Мои волны Страна сумки Лицевая Они все будут Опущены Сюда подшиты Вот мой клапан Который будет Перекинуть Через край сумки Моя задача Вот эти волны Сейчас укрепить Нашла кусок Ткани плотный Сейчас я все это Отпарю как следует Приведу к одной форме Подошью Вот эти вот волны Здесь вот с краешку Чтобы они не болтались Все надо подшить Аккуратно И пришью К этой плотной ткани По размеру Все должно Натяну как следует Пришью По краешку Просто иголкой Через край Аккуратненько Потому что все равно Все это будет подшиваться Моя сумка Будет комбинированной Поэтому Работы с тканью Мне не избежать Если вы будете Вязать ее Чисто вязаную Делать Тоже вариант Вам достаточно будет В принципе Можно не укреплять тканью Связать Такого же Размера Полотно Можно без волн Обратная сторона Просто подшить Перекинули клапан Все Ваша сумка В общем-то готова Ручки Можно носить и так Но я просто так не люблю Мне нужны вещи Такие Необычные Поэтому я буду делать С льняной тканью Вот что у меня получилось Я подшила Мои волны К ткани плотной Теперь они на ней Хорошо сидят Не растянутся Никуда не денутся Теперь мне нужно Оформить края Поскольку у меня сумка Будет немножко шире Вязание будет Обрамлено в рамке Тканевой Я буквально Вот Толщину линейки В принципе тут не важно Тут уже Никаких точных мерок Моих нет Это все на ваше усмотрение Шире Уже Как надо Я сделаю шириной Вот в линейку Вот мой лен Кстати лен При стирке Дает очень сильную усадку Предварительно Его надо выстирать И высушить Или как следует Отпарить Потому что может быть Очень неприятный сюрприз Я просто Вот по ширине линейки Сейчас вырежу Две такие планки И на машине пришью Я шью на машине На швейной Если вы на машине Швейной не шьете Тогда руками Либо делаем Полностью вязаную сумку Вот видите Я просто прошиваю На машинке край Загибаю Все мои некрасивые края Бахрома Все идет внутрь Остается вот такая Красивая ровная линия Часть Надо отстрочить Чтобы она прилегала Для этого отпарить Обязательно огладить У нас немножко другой курс Курс вязания Но все-таки При шитье Все надо отглаживать Чтобы швы были ровные Когда мы шьем Прогладим Сделаем острочку Лишнее отрежем И точно так же Пришьем планку С этой стороны Потому что здесь У нас будет сумка Ну вот что у меня получилось Я пришила планку Сверху Это верхняя часть сумки Через которую пойдет клапан Это нижняя часть Обшитые у меня Полностью Волны Краям Теперь Я могу определить Какой высоты Ширины я хочу сумку Ну вот в принципе Уже видно Что у нас получается Вот такой мешок Клапан назад Вот наша сумка Практически готова Я подшла подкладку Петельки для ручки Сейчас Сюда я пришлю пуговку На которой будет закрываться Наша сумка Сюда Сюда Подошли пуговицы Просто Пишью Какие угодно Можно пуговицы Можно захлёстки Можно Там не знаю Деревяшки какие-то Что угодно Бусины Просто Чтобы украсить Наши волны Заодно их Немножко прижать Можно даже Не на каждую А через Через одну Например Тоже очень красиво Сейчас я это все Пришью Далее Из наших Вот этих ниток Сплету ручки И привяжу их Простым узлом Супер сумка готова Будет все